ВООРУЖЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ Сразу в нескольких уголках планеты заставили многие страны пересмотреть свои взгляды на развитие вооруженных сил. Казахстан в этом смысле не исключение. В стране уже обновлена военная доктрина. Также сейчас обсуждаются меры по усилению престижа в службу вооруженных силах. А также в войска начинает поступать новая техника. Однако достаточно ли этого? К каким угрозам и вызовам нам вообще нужно быть готовым? А также насколько отечественный оборонно-промышленный комплекс готов удовлетворить потребности наших военных? Расскажем в новом выпуске специального проекта на 24КЗ. Астана – крупнейшее во всей Центральной Азии предприятие по выпуску бронированных колесных машин. Видотехники, без которого на сегодня нельзя представить ни один современный военный конфликт. Машина, защищенная от подрыва на мини и от нападения и засад. Данные машины в целом очень хорошо применяются, хорошо себя показали, зарекомендовали в ходе проведения различных боевых операций, военных действий по всему миру. Казахстанские военные, бронетранспортеры отечественного производства начали получать без малого 10 лет назад. За это время на вооружении приняты около двух сотен таких машин. Могло быть и больше, однако в прежние годы руководство оборонного ведомства почему-то предпочитало закупать машины с аналогичными характеристиками за рубежом. И только недавно производители почувствовали, что политика военных изменилась. Были определенные трудности в части заказов, но в целом ситуация после конца прошлого года, после визита президента Казахстана на территорию нашего предприятия, ситуация поменялась. В целом, я думаю, новое правительство меняет свои подходы, мы видим результаты, поэтому я думаю, что мы в ближайшее время увеличим значительно поставляемую продукцию вооруженной силы. История этого завода для казахстанского оборонно-промышленного комплекса, к сожалению, не уникальна. Долгие годы почти вся отрасль переживала, если не кризис, то стагнацию точно. А это, к слову, почти пять десятков самых разных предприятий, разбросанных по всей стране. Большая их часть – наследство от советского прошлого. Производство морских военных катеров, производство комплектующих для противовоздушной обороны, производство комплектующих для истребителей сверхзвуковой авиации. Из нового, то, что было с нуля организовано и соответствует современным стандартам, это производство военной оптики, радиостанций, производство программного обеспечения. Это, конечно, не полная номенклатура продукции, выпускаемой предприятиями отечественного ОПК, однако в любом случае обширно ее не назовешь. А сейчас объясним, почему мы вообще так подробно остановились на состоянии оборонно-промышленного комплекса республики. Дело в том, что последние военные конфликты наглядно показывают, как важно армии быть независимой от поставок вооружения из-за рубежа. Даже пандемия показала нашу слишком гиперзависимость от импорта. И в этой части, конечно же, понятно, что даже такая развитая в плане оборонного производства страна, как Украина, как оказалось, очень серьезно зависит от иностранных поставок. Это, конечно же, ну, это не могли не заметить. И, естественно, в этом отношении работа идет по улучшению ситуации в этой связи. Последние военные конфликты также заставили пересмотреть сами подходы ведения боевых действий. Оказалось, что современные войны могут быть окопными. Победа остается за тем, чьи подразделения лучше скоординированы между собой. А одним из самых эффективных средств поражения врага стали беспилотники. Это хоть и уроки чужой войны, но лучше учиться на них. Наши вооруженные силы, Министерство обороны, если конкретно говорить, оно руку на пульсе держит. Вот если мы говорим про БПЛА, то у нас создано специальное направление департамента БПЛА, допустим. Если мы говорим о усилении роли радиоэлектронной борьбы, у нас как род войск практически создано управление радиоэлектронной борьбы департамента. И все, что сейчас происходит в том конфликте, у нас тоже воплощается, но есть нюансы. Как это часто бывает, один из главных факторов, тормозящих перевооружение армии, на сегодня остаются существующие объемы финансирования, а также громоздкая система самих закупок. Несмотря на ежегодное увеличение государственного оборонного заказа, закупить в достаточном объеме современные виды вооружения разом военные просто не могут. Поэтому концепцию перевооружения армии они были вынуждены растянуть до 2030 года. Конечно, мы больше внимания уделяем тому вооружению, которое имеет большой боевой потенциал. Это артиллерия, это средства противовоздушной обороны. Недавно только мы приобрели комплексы ТОР, 2К, БУК. Вот. Естественно, большое внимание уделяется перспективным авиационным комплексам. Вот закупили мы эскадрильи Су-30СМ. Вооружения всегда не хватает, не только в нашей стране. Пока мы еще потребность, которая нужна для вооруженных сил, не удовлетворили. Точных цифр, сколько средств из бюджета потребуется на перевооружение армии, не озвучивается. Военная тайна. Но, по словам независимых экспертов, речь идет о триллионах теньги. Изменения технологий, изменения тактики и стратегии ведения боевых действий меняются достаточно быстро. Соответственно, необходимо модернизировать и формировать вооруженные силы. Это требует ресурсов. Это требует ресурсов интеллектуальных, это требует ресурсов материальных. И понятное дело, что вложение таких ресурсов ложится некоторым временем на бюджет страны. В отечественной оборонке возросший спрос военных на их продукцию заметили. Теперь производители надеются на помощь со стороны другого министерства промышленности и строительства. Ведомцы могут посодействовать в расширении линейки производимого вооружения. Сегодня существует и есть, работает политическая воля. И правительство не только словами, но и своими действиями доказывает свои намерения о том, чтобы следовать этому курсу. И, естественно, существенно улучшилась ситуация с загрузкой отечественных предприятий. Более того, есть явный тренд на качественное развитие нашей оборонной отрасли. Еще один ключевой фактор развития армии – повышение престижа службы в ней. Это невозможно без достойных заработных плат. Тем более, что на сегодня казахстанские офицеры получают в среднем лишь 240 тысяч тенге. Доход военнослужащих по контракту и того меньше – 150 тысяч. Поэтому сейчас в правительстве рассматривают вопрос повышения окладов за воинские звания сразу на треть. Коснуться должны изменений солдат, проходящих срочную службу. Мы внесли уже в Сенат документы, где прописано и обозначат, что они будут получать кредитные каникулы. Дальше – это гранты образования, чтобы военнослужащий, который добросовестно выполнил свой долг, мог безвозмездно, без экзаменов поступить в высшее учебное заведение, получить специальность. Одновременно с этим в оборонном ведомстве особое внимание уделяют сейчас подготовке кадров. Причем речь идет о всех без исключениях видах войск, так как войска уже начали получать современные образцы военной техники. И, безусловно, это требует главных ресурсов – это подготовки кадров. Если, безусловно, мы можем закупить дроны достаточно быстро, хотя это и дорого, но подготовка кадров, оттачивание взаимодействия подразделений требует, безусловно, времени. Поэтому Казахстан с каждым годом увеличивает число офицеров, которые отправляются за рубеж на стажировки. География таких командировок максимально обширная. Конечно, мы выбираем такие вузы, такие страны, которые имеют опыт воин, вооруженных конфликтов. На сегодняшний день можно сказать, что эта кадровая политика вооруженных сил выстроена, и подготовка на системной основе проводится. Это основная задача – профессионализация вооруженных сил. Одновременно с этим сейчас в стране идет работа по превращению системы подразделений территориальной обороны в отдельную отрасль. Это еще один современный тренд, необходимость внедрения которого доказывают современные конфликты. Закон о терробороне и служба в резерве – это тоже часть военной доктрины. То есть это там отражается, что мы должны все-таки как-то регионально наши военные управления, наши военные ведомы усилять для того, чтобы они опять-таки могли действовать самостоятельно. То есть более того, военная доктрина, она предусматривает вопрос консолидации вооруженных сил в случае, если есть необходимость. Все эти решения – составные части масштабной реформы казахстанской армии, маховик которой уже запущен. К слову, есть и первые результаты. В нескольких мировых рейтингах Казахстан улучшил свое положение по уровню военной мощи. Однако и независимые эксперты, и сами военные к таким показателям отнесутся скептически. Говорят, что лучше сконцентрироваться на имеющихся целях. Стоит начать все-таки с зарплат, как бы это ни было банально и просто. Дальше? Дальше, я думаю, вот еще раз я вернусь. Все-таки надо этот опыт анализировать, изучать и максимально дебюрократизировать эти процессы трансформации вооруженных сил. То есть если есть какой-то план, его надо быстро воплощать, минимизировать цепочки согласований и так далее. Потому что элементарный совместный приказ подписать нескольких госорганов, связанных с вопросом обороны, годы занимает. Третье. Опять же, мы возвращаемся к бюджету. Сейчас боевые действия носят высокотехнологичный характер. Ну, сами все прекрасно видим. Наше вооружение должно быть высокотехнологичным, а оно дешевым не бывает. Трансформация армии – процесс небыстрый и, что важно, постоянный. Причем дорогостоящий. В современных реалиях эта необходимость по-другому нельзя. Иначе есть риск быть застегнутыми врасплох как внутренними, так и внешними неприятелями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова